Делайте все в жизни по любви и по увлечению Мало играет на сцене, но по-прежнему считает себя в первую очередь актрисой, ну а уже потом пенсионеркой. У меня дача, которую я очень люблю и подхожу к ней творчески. Я там сделала пирамиду, посвященную Олимпиаде 2014 года. Это из натурального камня, она на стене дома. Розари сделала. Потом такую зону отдыха с газоном. Там еще с хризантемами. Но уже сил на это очень мало. И в этом году я предала дачу, потому что я в основном занялась ролью работы этой. И дача, конечно, отплатит мне своим сорняком. В спектакле актриса играет персонаж по имени Малу. Ей 100 лет, но она никогда не унывает и ведет активный образ жизни. Иногда страдает проблемами с памятью, как, впрочем, и сама актриса Вера Семенова. По признанию режиссера спектакля Владимира Бондаренко, на репетициях порой бывали казусы. Наверное, самые забавные случаи бывали тогда, когда, допустим, мы репетировали, и уже дело шло к премьере, и уже были прогоны, которые требуют, ну, абсолютного знания текста. И, допустим, когда Вера Павловна что-то забывала, она искренне удивлялась, почему это вдруг. Как я могу, ну, это же так. Я говорю, Вера Павловна, ну, все-таки вам уже много лет, поэтому, как бы, это нормально. Я говорю, вот. Ну, и, наверное, еще был такой забавный случай, когда мы послали диск со спектаклем на экспертный совет фестиваля. Мне позвонили из Самары и сказали, говорит, у вас нет ошибки, у вас действительно такого возраста актрисы. Я говорю, ну, и, конечно, даже, мы же молодежь на театре. Вот это вот все, что ты нарылом степани, я рассчитывала, по крайней мере, на пару стоящих картин, на что-нибудь стоящие из мебели. Ну, если бы ты не проиграла свою последнюю мебель на скачках, мне бы не пришлось ездить в степанину. Да, я бы так, я бы так. Мама, ты не беспокойся, у Нина прекрасный вкус, она все замечательно устроит. А что касается меня, я постараюсь из ужина сделать маленький шелевр кулинарного искусства. Я в этом не сомневаюсь. Ты всегда была очень старательной, прилежной приемкой. Никакой инициативы. В театре драмы имени Горького жизнь кипела с не меньшей силой. На сцене Самарского драматического разгорались страсти по пьесе Володина «Пять вечеров». Нижегородскому театру комедии рассмешить зрителя легко. Репертуар соответствующий. Артисты и сами не прочь посмеяться. Над другими, ну и над собой. Что-то меня вот так понесло, понесло, что-то меня на, как-то стал заикаться я. Вот так вот прямо с первой фразы я что-то стал заикаться. И думаю, только вы не посмотрите. Вот в тот момент, в один прием, нужно на артистов глаза не посмотреть. Ну они работают, отыграют меня там все. И я, значит, иду по авансцене, вот уже все, подхожу. Я говорю, он должен уехать отсюда. И он должен изолировать. Причем немедленно. Вдруг артист мне поворачивается, так по плечу стукает. Я понимаю, что я должен на него посмотреть. Он такой, пусть скажет, зачем приходил. А он не должен заикаться. Я так разворачиваюсь, все поплыли, все разворачиваются спиной. А мне надо по авансцене перед зрителем. Вот так вот держишь, сам себя щипаешь, только бы не раскалываться. Так он не виноват. Потому что тот декан, которому Саша тогда назрубил, его сейчас студентами любят. А потом он был прав, когда говорил. Заслуга не в том, чтобы не совершать ошибки. А в том, чтобы вовремя исправлять. Что же не исправить? Так война началась. Война началась? А я тоже и зритель не влюошивался. А после войны ты жевал пшенную кашу без живого. Потом по ночам изгружал капусту в гавани. И с квадратной башкой сидел на лекциях. Фестиваль «Волготеатральная» призовой. Компетентное жюри подведет итоги в конце недели. Конечно, артистам хочется войти в список номинантов, вернуться домой с наградами. Вот за спектакль получить бы что-то так. Потому что у нас очень маленький коллектив. И как-то все равноценно работают хорошо. Думаю, что нам достаточно за спектакль. Привезем такой один большой на всех приз, если привезем. Что ж, так прошел третий день фестиваля «Волготеатральная». Что подарит четвертый, мы расскажем в нашем дневнике. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова